На сегодняшний день в усиленном режиме работают все ответственные службы города и области, отвечающие за правопорядок во время карантина. В Уральске с сотрудниками полиции начались рейдовые мероприятия. Правоохранительные органы проводят подворовой обход, обходят центральные улицы, аптеки и магазины, проводят разъяснительную работу. В рейд вышли и наши корреспонденты. На центральных улицах города патрулируют сотрудники правоохранительных органов. Сегодня с населением ведется разъяснительная работа, но уже с завтрашнего дня к нарушителям карантинного режима будут применяться более жесткие меры. К таким мерам можно отнести административный штраф гражданам, не соблюдающий усиленный карантинный режим. Также водворение на штрафстоянку личного транспорта, водители которых не имеют соответствующих справок и разрешений. С 2-го числа практически мы будем статью применять 476, уже будем протокол составлен, до суда доводить, если человек нарушает режим карантина. По протоколу штраф, предупреждение, это уже будет суд решение принимать. Мы составляем протоколы и передаем в суд. Суд, возможно, будет проводиться через онлайн-режим. Инспектора полиции проводят подворовой обход, патрулируют центральные улицы, объясняя жителям Уральска, что из дома нужно выходить только строго в магазин за продуктами или аптеку. Также о мерах предосторожности о том, что нужно быть только в масках, перчатках и желательно в головном уборе. Вы можете посещать магазины и аптеки в радиусе двух километров. Нарушители карантина будут наказываться в соответствии с законом. Берегите себя и своих близких. Не выходите из дома без необходимости. Сергей Анарин живет в районе Байтирек. В областной центр проезжает на работу. Справки все необходимые у Сергея имеются. Я по работе в типографии, я сам из Даринска. Да, но я по справке от Акимата, что доставлять людям информацию, что все были в известности о карантине и об условиях передвижения. Поэтому делаем свою работу общественную и чтобы люди соблюдали карантин. Несмотря на усиленный карантинный режим, на улицах города все еще наблюдается большое количество людей. Это говорит о том, что население до сих пор не осознает всю серьезность ситуации. Уважаемые уральцы, ради сохранения своего здоровья и здоровья своих близких оставайтесь дома. Альбина Кумаргалиева, Айбек Сагенгалиев, Алтенбек Абделов, телеканал Акжаик.